Ребят, всем привет! На дворе 2020 год и компания Apple показали нам новый SE 2020, но не знаю как вы, я лично расстроился, увидев то, как он выглядит. По поводу начинки, да, я не спорю. Там начинка от iPhone 11, там все супер, все хорошо, но вот внешний вид мне дико напоминает iPhone 7. То есть нет уже того легендарного корпуса, который я лично так любил. Я думал, что SE будет выглядеть вот таким вот образом. Тонкие рамки, но все тот же корпус. И согласитесь, я думаю, что если убрать нижние и верхние рамки, то как раз таки экран можно было дотянуть до 4.7, но оставив тот же корпус. Те, кто любили 5S, они покупали SE, потому что он был в таком же корпусе, но с начинкой уже получше. А теперь что? Теперь если ты любишь SE 2016 года, то уже все. У тебя нет выбора. Либо покупай уже в стиле iPhone 7, либо же дальше пользуйся iPhone SE 2016, потому что в таком корпусе уже аппаратов не будет. В iPhone SE 2020 напоминает о том, что это SE только лишь физическая кнопка, как по мне, так и все. Больше ничего. Для тех, кто как я был расстроен, в сегодняшнем видео мы как раз таки рассмотрим, стоит ли покупать iPhone SE 2016 в 2020 году. Если коротко и ясно, то стоит. Этот смартфон действительно пригоден для того, чтобы сейчас его покупать и еще пользоваться несколько лет спокойно. Но, несмотря на его плюсы, о которых, кстати, расскажу чуть позже, у него также имеются минусы. И как раз таки с минусов мы сейчас и начнем. Первый минус это то, что он уже официально не продается. Захожу на e-каталог и давайте посмотрим, сколько он сейчас стоит. Друзья, как мы с вами видим, что здесь, видите, написано REF. То есть уже оригинальные вы не найдете, потому что Apple уже прекратили производство SE. И все, что вы сможете себе позволить, это либо восстановленный, либо же БУ с рук. Но если вы купите БУ с рук, то готовьтесь к тому, что там как минимум батарея будет уже усажена. И вам нужно будет менять батарею. Как мы видим, друзья, характеристики, в принципе, неплохие для даже 2020 года. С этим железом вы спокойно можете поиграть даже самые требовательные игры на средних настройках. Давайте зайдем по отбору по параметрам и посмотрим, что вообще можно купить за эту примерно цену. А купить можно либо iPhone 6s, либо iPhone 6, либо SE. Android смартфона мы не будем рассматривать, потому что это совсем уже другая история. Друзья, помимо того, что его уже официально нигде не купишь, только если восстановленный, у него есть еще один минус. Это маленький экран. 4 дюйма это действительно сейчас, в 2020 году, очень мало. Очень неудобно смотреть YouTube, очень неудобно играть, читать статьи на сайтах и так далее. Это уже, это был второй минус. Третий минус это то, что скорее всего iOS 14 он уже не получит. Тут, конечно, вопрос спорный, получит он или нет. Ходят слухи, что получит, но другие говорят, что не получит. Тут непонятно, что думаете вы по поводу обновления iOS 14, напишите об этом в комментариях. Ну и еще один минус это то, что здесь нет никакой влагозащиты, пылезащиты. То есть, если он куда-то упал, если вы работаете где-то в пыльном месте, на стройке, там еще где-то, то скорее всего телефон долго так не потянет. А если вода упадет, то и вовсе можете о нем скорее всего забыть. Ну, конечно же, это зависит уже от того, насколько сильно он упадет и как долго будет под водой. Ну что, ребят, вот на этом, собственно, минусы и заканчиваются. Теперь давайте перейдем к плюсам. Плюсов здесь больше, чем минус. Первый плюс это то, что у него очень низкая цена. Цена действительно низкая и аппарат именно поэтому притягивает больше внимания даже сейчас. Следующий плюс это, конечно, его размеры. Ребят, ну размеры здесь просто изумительные. Вот если бы экран чуть больше, ему бы точно цены не было. Почему Apple отказались от такого дизайна, я не знаю. Еще один плюс это, конечно, железо. Несмотря на то, что аппарату 4 года, железо у него достойное и, как я уже говорил ранее, игры на средних настройках спокойно тянет. Ну что, ребят, вот, собственно, и все плюсы и минусы iPhone SE в 2020 году. Стоит ли его покупать или нет, конечно же, решать каждому из вас. Мое личное мнение, что очень даже стоит. Что думаете вы по поводу этого всего, пишите в комментариях. На этом у меня все. Всем спасибо, пока.